Вор в законе Васачко, несгибаемый человек. Его резали, а он стоял на своем. Большинство людей не могут отстаивать свою точку зрения, свои права. Достаточно немного пригрозить или поставить такого человека в сложную ситуацию, так он сразу же изменит свою позицию на противоположную. А есть несгибаемые люди, которые будут стоять за свои убеждения до последнего. К такой группе людей относился Петров Василий Федорович, известный в криминальном мире как Васачко. Василий Федорович родился в 2 февраля 1933 года в Харькове. Жизнь его так сложилась, что большую часть жизни он провел в местах лишения свободы. В 1951 году его осудили за хищение государственного имущества на 20 лет, а после добавляли статьи и сроки. В конце 80-х и 90-х годов Васачко яро отстаивал воровские законы. В то время одержателем воровского общука был Паша Цыруль, который явно пользовался данным положением. Он вкладывал деньги из воровского общука в различные предприятия, а также начал заниматься наркобизнесом. Васачко не мог просто так смотреть на то, что творит Паша Цыруль и на одной из сходок предъявил ему за это, напомнив, что вору негоже заниматься коммерцией. Цыруль затаил на него обиду. При каждой следующей сходке воров Васачко начинал отцаивать свою позицию, но на тот момент авторит Паша Цыруля был уже непоколебим. На одной из таких сходок Цыруль выхватил нож и нанес Васачко 7 ножевых ранений. Василий Федорович выжил, оправился и продолжил отстаивать свою точку зрения, когда большинство других просто оставались в стороне. В 1994 году на очередной сходке воров Васачко снова обвинит Цырулю в хищении воровского общика. В этот раз Цыруль не стал сам пачкать руки, а дал приказ своим починенным, которые сбросили Васю Очко в окно из номера в отеле. В этот раз вор в законе не выжил. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.